Вы смотрите программу события. Мы продолжаем выпуск. В рамках празднования Дня Российского парламентаризма на всей территории Кубани прошла образовательная акция «Избирательный диктант». Проверить свои знания избирательного и конституционного права в нашем муниципалитете смогли студенты учреждений среднего, профессионального и высшего образования на базе своих образовательных организаций. Подробности в следующем репортаже. Диктант проводится для повышения правовой культуры и уровня знаний молодых избирателей, привлечения их внимания к предстоящим выборам депутатов Госдумы, которые состоятся 19 сентября этого года. В нашем городе диктант провели на пяти площадках в сельхозтехникуме, славянском электротехнологическом техникуме и техникуме экономики и права, а также в двух аудиториях филиала Кубанского госуниверситета в Славянске-на-Кубани. Молодежь приобщаем к тому, чтобы они знали, что такое избирательная система, как работает избирательная система, как нужно ходить на избирательные участки или не нужно ходить на избирательные участки, как голосовать. И сделано это еще в связи с тем, что в этом году у нас в сентябре месяце выборы депутатов Государственной Думы, чтобы привлечь внимание молодежи именно для участия в выборах, чтобы они шли именно с пониманием знания на избирательные участки. Председатель территориальной избирательной комиссии Славянска перед началом диктанта выступил перед студентами филиала госуниверситета, рассказал им немало полезного. Избирательный диктант это не такое уж простое, но интересное испытание. Нужно ответить на 40 вопросов и выполнить творческое задание. Всего за час студенты должны были вспомнить все, что изучали и что возможно уже немного подзабыто. Наша страна, наши законы, наша система, мы должны знать, как это все устроено. Те даты, которые назывались, конечно, не всегда бывает просто все это вспомнить, но это хорошо, что нас мотивирует об этом знать и об этом помнить. Это мероприятие было очень интересное, так как мы не только с современными реалиями избирательного права познакомились, но также углубились в историю этого процесса и вспомнили то, что учили буквально на третьем курсе в УЗИ. Я считаю, что на выборы нужно обязательно ходить, потому что так ты выражаешь свою гражданскую позицию, ты даешь свой голос. Студенты Славянского электротехнологического техникума серьезно подошли к участию в избирательном диктанте. Они считают, что участвовать в выборах это не просто обязанность, а уважаемо и почетно. Мы приняли участие в избирательном диктанте. В ходе данного диктанта мы узнали много нового и полезного и, надеюсь, участники нашего диктанта сегодняшнего задумались и тем, кому все-таки исполнилось 18 лет, они в дальнейшем будут принимать участие и, возможно, кто-то и в дальнейшем захочет баллотироваться в депутаты. Мы все являемся избирателями, несмотря на нашу профессию. И каждому работнику, вне зависимости от его специальности, необходимо знать, как работают государственные органы, Госдума, какие-либо правительственные организации. Избирательный диктант в Славянске-на-Кубане написали около 200 человек. Вопросы были достаточно сложные, но тем интереснее было молодым людям находить на них ответы. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События». Андрей Вишневский, Игорь Вишневский, и Геолог Вишневский, и Геолог Вишневский, и Юр Славянске-на-Кубане